То, что йога не только модный тренд, а по-настоящему популярное явление, свидетельствует тот факт, что почти у каждого из нас есть знакомый, который занимается йогой. Кстати, возможностью привести в баланс физическое и душевное состояние могут похвастаться далеко не все групповые программы фитнес-клубов. Если рассматривать йогу только в разрезе физических упражнений, это будет обычная гимнастика. На самом деле понятие йоги немножко больше, оно включает и духовную практику, и медитации. Ну, в общем, это уже становится образом жизни постепенно. Ну, конечно, мы начинаем с работы над телом, и непосредственно через длительное время тренировок мы приходим к тому состоянию, что у нас успокаивается ум, меняется отношение к жизни. Ну, и, в общем, качество жизни тоже переходит уже в другую стадию. И после практики человек выходит уже с довольной улыбкой, легкостью в теле становится целостным и гармоничным. Направлений йоги существует много, но с точки зрения фитнеса можно выделить несколько самых популярных. Кто-то практикует хатха-йогу, кто-то кундалини, кто-то какие-то другие направления, их достаточно много. Если мы рассматриваем хатха-йогу как направление в йоге, она переводится как йога-усилие, изначально требует достаточно хорошего физического здоровья, выносливости и соответствующего настроя. Если человек приходит, допустим, беременный или пожилой, который уже застаревший какие-то болезни, то лучше либо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, либо идти в тематические группы. Например, группы для беременных, йога для пожилых, йога для детей или в классы йога-терапии. Например, йога для позвоночника, здоровая спина, здоровые суставы и прочее. Как правило, те, кого йога затянула, продолжают свои занятия и вне зала. Да, йогой можно заниматься дома, под телевизором, но эффективнее, если вы новичок, именно прийти в клуб под руководством инструктора, который видит вас со стороны, он может вас вовремя скорректировать. То есть, если человек новичок, он не может гнуться в силу своего возраста или особенности состояния здоровья, он подправит. Постепенно у вас тело начинает требовать этой нагрузки и, соответственно, дома практика продолжается и переходит в образ жизни. В переводе с санскрита древнего индийского языка слово йога имеет множество значений. Это связь, союз, слияние или единение. Вся эта многозначность позволяет каждому по-своему относиться к этому явлению и открывать для себя собственные смыслы. Субтитры создавал DimaTorzok